Радио Болтком И еще раз доброе утро, дорогие слушатели. Начинается программа «Климат-контроль». И у нас на связи морской геолог, журналист, пишущий о науке ученый, Константин Рангс. Доброе утро, Константин, здравствуйте. Доброе утро. Я сразу напомню, что можно звонить к нам в прямой эфир, 67212-93-9, 67213-93-9. Можно писать нам по WhatsApp, 2306191. Кстати, я напомню, что в 12 часов появится в нашей студии мэр Риги Мартен Шстакис. И вот многие вопросы, которые мы затрагиваем о судьбе Риги, о том, что нужно задумываться о том, что будет дальше, может быть, не через год, не через два, а вот через 20, 30, 40, 50 лет. То есть вот заглядывать туда. В принципе, темы те, которые вот, я думаю, что мы обязательно спросим, в общем-то, мнение городского главы, куда, как далеко заглядывают и какие планы, может быть, мы просто о них не знаем, есть. Ну вот, я говорю, нашим слушателям обращаюсь, что можно задавать уже вопросы Мартен Шстакису, писать заранее на номер 2, 306191. Ну и также вот комментировать и обсуждать, поскольку темы все-таки достаточно общие. Мы видим, что природа бушует, и то какие-то чудовищные засухи, то ливни достаточно с большим количеством осадков происходят. И насколько вот наши дома приспособлены вот к таким климатическим изменениям. И не приведет ли это к каким-то таким достаточно серьезным последствиям? Сегодня, наверное, так об этом мы поговорим. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать и поздравить всех нас с тем, что мы опять находимся в очень таком уютном месте мира. У нас замечательная совершенно погода, периодически идут дождики, солнце, температура 14 плюс 23, где-то вот так вот колеблется в очень хорошем комфортном диапазоне. Скажем спасибо северному антициклону, который, с одной стороны, оттесняет циклон, который уже прошел, с другой стороны, пока еще держит, не пускает циклон, который подошел к Шотландии. И сейчас эту территорию основательно вымочит. И мало того, там ожидаются очень сильные шторма. Ну, а с другой стороны, этот наш прохладный антициклон держит напор и не дает смещаться на север вот Люциферу, тому самому антициклону, который сейчас мучает Южную Европу. Ну, вот последние данные. На Сицилии достиг рекорд, по-моему, уже 30, нет, 40 с лишним давности. Температура поднялась до 48,8 градусов. Вот представим себе, у нас тут было 30, мы жаловались. Вот накиньте еще двадцаточку. Да, это вообще какой-то... Вот почти 49 градусов, немного не хватает до 50. Это же долина смерти, по-моему. Мне приходилось в Испании оказаться при температуре 40, по-моему, 43 было градуса или 44, но в Испании сухой воздух. Это очень важный момент. Если бы такая температура начала происходить здесь, мы бы чувствовали себя именно как в бане. И самое главное, ночью не падает температура. А это означает, что наш организм практически не в состоянии, ну, без кондиционера речь идет, не в состоянии остыть. Вот не случайно говорят, тропическая ночь 20 градусов. Вот это как раз та самая температура, которая дает организму отдохнуть от повышенной температуры. Не забывайте, что мы сами генерируем тепло. И если вокруг нас слишком жарко, то тогда наступает серьезнейший разлад в организме. Летят почки, печень, ну, в первую очередь, очень большой сердце, сердечно-сосудистая система, тромбозы вот эти, которые стали нынче притчей во языцах. Прекраснейшим образом образуются тромбозы в таких вот условиях. Поэтому надо сказать, что сейчас, конечно, то, что происходит, оно пугает. И не только из-за пожаров. Извините меня, пожары, это охватение от Испании, идет другой, чем Италия, Балканы, Греция, Турция. Это пожары в Иране. А, кстати, между тем, в отдельных районах, там, где сталкиваются с холодными воздухами, там есть мощнейшие ливни. Вот сейчас, например, Япония. Сегодня сообщение, так называемый МЧС Японии, отдал распоряжение об эвакуации, вздумайтесь, трех миллионов человек из-за ливней. Это полторы латвии, да? Если соотнести, это нам трудно понять, но если соотнести это с населением Латвии, это примерно эвакуация 60 тысяч человек. Десятая часть населения Ритм. Вот посчитайте, каждый десятый должен эвакуироваться. То есть это не просто там этот самый зонтик откройте, это все документы с собой, домашнюю скотинку, если есть, детей в охапку и в зону временного размещения. А что будет с вашим домом, когда вы вернетесь, это никто не знает. Потому что, скорее всего, очень большие шансы, что когда вы вернетесь, самое лучшее, это он у вас будет мокрый сверху донизу, все ваши там, если есть книги, аппаратура, все это накроется медным тазом. Точнее, был бы медный таз, может быть, и спаслось бы. Но все разрушится. А может, и не будет вашего дома вообще. Вот от слова совсем и городка, может быть, вашего не будет, потому что спустится сель, и он покроет все многометровым слоем вот этих камней, грязи вот этой массы. Никто это раскапывать никогда не будет. Все, нужно будет строить поверх. Поэтому вот это очень важный момент. Мы сидим, вот можно сидеть вот так вот и радоваться, что у нас есть отсрочка. Вот это тоже важно понимать. Это не то, что мы вечно будем пребывать в таком райском блаженстве, в таком райском месте. Нет. Рано или поздно проблемы придут и к нам. И вот к этому моменту-то нужно, собственно говоря, и быть готовым. Нужно понять, что, в принципе, вот то, что каждый день, когда у нас нету сверхжары, нету вообще какого-то вот этого природного катаклизма, это вообще подарок судьбы. Но как-то очень часто бывает, судьба, она, знаете, как с Помпеями было. Все было очень хорошо. Там иногда потряхивало, у соседей потряхивало, какие-то там дома разрушались. Ну, жители шикарной Помпеи. Ну, слушайте, вы представьте себе, там поваренные книги были в этом городе. Такси ездило по воске. Жизнь была шатарная. Лоточки фастфуда. Там продавали фастфуд на улице. То есть там, ну, практически бани там. Заревнования проходили. Тотализаторы гладиаторов. Все, жизнь просто кипела ключом. Все закончилось буквально за несколько часов. Вот это нужно понимать, что если все очень долго хорошо, то, скорее всего, мы просто-напросто спокойно идем вот к этому моменту. И можно приготовиться. Например, те же самые вот сейчас современные жители Неаполя, они сейчас как раз тоже в таком не очень хорошем состоянии, поскольку Везувий обладает очень интересной особенностью. Он спит, 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 а потом взрывается. Так вот, что любопытно, что там уже серьезно говорят о таких просеках среди домов. Дома надо прорежать, чтобы когда Везувий начинает трястись, было место, по которому можно быстро убегать от этого самого Везувия. Ну, надо сказать, такое уже было. Такие делали просеки как бы, но итальянцы очень быстро все это застроили. Взятку туда, взятку сюда. Это вот старая история такая. Но, тем не менее, это все прекрасно понимают, что беда может произойти в любой момент. Но то, что вот мы видим сейчас вот эти вот пожары, да, пожары были и раньше, но они сейчас становятся все мощнее и мощнее. Какой-то замкнутый круг. С одной стороны, ливни, жара, активный рост. Потом все это начинает увядать, образуется огромная масса растительности, травянистой растительности, которая высыхает на глазах. И эта травянистая растительность работает как труд, как запал. И очень быстро распространяется. Потом горят деревья. Очень интересные кадры я видел, когда стояла машина, хорошая когда-то была машина, на литых колесах. Так вот эти литые диски расплавились. Вы представляете, какая там была температура? Что не просто герезина сгорела, а расплавились, растеклись литые диски. Так что нужно понимать, что там очень, как говорится, где густо, где пусто, но ситуация очень тяжелая. Я уж не буду говорить про Якутию, которая просто-напросто дымит. И если дым, посмотрите на карте, вот так приложите, там, это сейчас нетрудно, даже в электронной форме, расстояние от Якутии и до столицы Казахстана, ну, Султана, бывшая Астана. Там несколько тысяч километров. Так вот, там уже дым от якутских пожаров. То есть это в атмосфере дым распространяется на такую огромную площадь. Мы все прекрасно понимаем, этот дым торфянинный, он особый такой, вонючий этот дым, его ни с чем не спутаешь. Ветер кружит, антициклон никак не сдает свои позиции, но это то, что есть. Поэтому возникает следующий вопрос о том, что если такие проблемы будут уже приближаться к нашим пределам, к берегам Долгавы, то насколько мы готовы к этому, вот к таким условиям. Вот это очень важный момент, потому что, с одной стороны, что нам грозит? С одной стороны, нам грозят, это очень сильный шкмалистый ветер и ливень. Шкмалистый вечер, чем плохо, ветер, чем плохо. Он срывает крыши, вот те самые крыши, у которых есть свес, которые выступают над стенами. Тут он же вообще, что называется, для потока воздуха, который упирается в стену дома, деваться ему некуда, он рвется вверх, а тут, что называется, как говорится, ветер своими когтями может зацепиться вот за этот свес крыши, да и отодрать ее сразу. Тут есть еще один вариант, который объединяет, нужно вспомнить один закон, который объединяет наши крыши, вот эти двух- и трехскатные с крылом самолета. Это закон Бернулли, о том, что там, где идет более скоростной воздушный поток, там давление падает. Именно поэтому крыло самолета обладает подъемной силой. Скорость воздуха по изогнутому крылу сверху, она быстрее, чем под крылом, которое плоское. Так и тут с нашими домами. Обдувая вот эту самую крышу, давление воздуха над крышей уменьшается, и крыша, как вот можно было увидеть на многих видеозаписях, шквалов или, например, там торнадо, она просто как бы взрывается изнутри. Вот один вариант. А дальше представьте себе, если бы это был просто ветер, но это же еще и мощнейший ливень. И после того, как крыша исчезает, наступает потоп сверху. Ну, все. Следующий вариант. Можно сказать, у нас бетонная коробка, сверху у нас там все. Возникает вопрос. В этой бетонной коробке куда девается дождевая вода? Она утекает в дождевую канализацию через дом, потому что на крышах там есть специальные, так скажем, специальные сливы. Вопрос в том, что если этих сливов мало, если эти сливы засорены, то тогда вода не будет стекать в нужном количестве. Она будет хорошо стекать, когда дождик маленький, пусть длинный, но маленький. Маленькое количество воды в единицу времени. А когда дождь будет, что называется, мощнейшей такой, то тогда воде деваться будет некуда. На крышах будет формироваться озерцо. Вода тяжелая штука. Литр воды весит килограмм. Вот легко себе представить. Если у вас, допустим, даже небольшая квартирка, 50 квадратных метров. Вот возьмите, посчитайте, что если, допустим, на каждый, допустим, тут у нас 10, 100, значит, на каждый квадратный метр, вот если толщина слоя будет хотя бы 10 сантиметров, это будет где-то 100 килограмм нагрузки. Это очень большая лишняя нагрузка. Я не говорю, что ваш дом развалится, но вода начнет искать себе другие, так скажем, способы протечь. И опять мы будем иметь потоп сверху. Так что это тоже очень серьезная штука. Дальше опять же жара и холод. Вот у нас, с одной стороны, как бы мы все время беспокоились о том, чтобы нам нужно защитить наши дома от холода, утеплять вот эту вот программу реновации, которая как-то так прошла ни шатка, ни валка. А вот сейчас дальше возникает следующий вопрос. Был у нас в июле период жары. Почти месяц. И вот возникает вопрос. А в каких домах было прохладнее? И в каких? А? Да, вот сразу интересно, где? Разумеется, в тех домах, если был хоть самый примитивный кондиционер, было прохладнее в тех домах, которые были утеплены. Вот как ни странно. Потому что это же дорога в оба направления. Либо вы летом храните холод у себя в доме, и вам нужно, чтобы это самое тепло снаружи не проникло внутрь. А зимой, значит, вам нужно, чтобы тепло изнутри не ушло наружу. В том и в том случае у вас должна быть хорошая теплоизоляция. Опять же возьму пример в Испании. В период жары мне довелось одно время прожить в доме, который был построен, так скажем, для туристов. Ну, испанский такой вариант. Многие знают, кто там был. Такие раздвижные окна в одно стекло, там из которых, когда сильный ветер, поддувает еще. В общем, такие, прямо скажем, никакого утепления, естественно, там в них нет. Это именно для людей, в основном, которые приезжают на летний сезон. Ну, и конгей стоит, который мощно дует холодным воздухом, когда электричество есть. А вот мне повезло жить в доме, который построил, как говорят, наш человек, который прекрасно понимал, что существует, кроме вот таких способов, еще существуют, как бы, другие правила строительства надежных домов, надежных зданий. И он использовал финские стеклопакеты. Вот, знаете, вот, ну, нормально, вот как наши окна, вот как мы прячемся от холода зимой. Вот такие вот окна были поставлены, утепление какое-никакое было. И я могу сказать, это была совершенно другая жизнь, потому что если вы включили кондиционер, даже на небольшое время, у вас в квартире температура, ну, приходила в норму, в нормальную для вас. И вот эти вот двойные стекла, которые были очень плотно закрывались, окна, они хранили вот этот холод внутри. Не нужно было гонять кондиционер постоянно и непрерывно. Так вот, сейчас мы приходим к следующему вопросу. Если нас ждут температурные скачки, то, с одной стороны, продолжать программу реновации надо. Надо везде в массовом порядке менять окна. И еще что нужно? Нужно продолжать стеклить лоджии. Вопрос другого рода, что да, многие остекления сделаны, что называется, кустарным образом на коленке, вот как могли, так и стеклили. Но вопрос не в том, что мы у вас сломаем все, или заставим вас все сломать. По идее вопрос должен стоять следующим образом. Давайте мы вам все заменим, все единообразным, из хороших материалов, и сделают это остекление профессионалы. Вот о чем речь идет. Нам действительно нужно стеклить лоджии, чтобы мы меньше тратили, потому что электричество, так скажем, мы идем же с зеленым курсом, у нас электричество будет дорожать. Кстати, чем больше зеленого курса, тем больше нам потребуется газа, например, того же. Газ тоже будет дорожать, да. То есть энергия будет дорожать, нам нужно жить, условно говоря, в термосе. Так застекленная лоджия, это и есть путь к этому самому термосу. Многие же люди стеклят не ради того, чтобы именно стекло внешнее было, или там дождь не попадала, для того, чтобы было теплее. Вот это очень важный момент. И вот это могла бы быть программа, которую бы жители города поддержали бы, потому что далеко не все в состоянии застеклить себе лоджию. А если это делается в большом объеме, как называется программа такая, в этом случае эти расходы на каждую лоджию будут меньше. Как говорит знаменитая фраза, опытом дешевле. То есть мне кажется, что это такой вариант, который не требует согласования ни в ООН, ни в Евросоюзе, ни в Брюсселе, и даже в Сейме. Это городская программа, может быть. Более того, сейчас приходится каждый раз платить за один и тот же проект, который... Ну вот я плачу, мой сосед платит, и все в доме платят, например, за один и тот же проект, который, в общем-то, по большому счету может считаться типовым, и один раз его разработав, можно было бы предложить всем за минимальную плату. Ну вот в том-то и дело. Я еще хотел бы сказать, что у нас есть, слава богу, у нас есть технический университет. У нас там есть специалисты, которые явно могут сначала провести эксперименты, какие формы остекления лучше. Они это сделают отлично. А у нас есть специалисты по теплооснабжению и вентиляции, которые знают, как это все организовать. Протестируют и выдадут проект, который нам нужен. Вот у нас сразу звонки пошли. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот так мы и сделали. Один проект застекления лоджей на весь дом проголосовали. Но за само застекление все-таки должны делать каждый за свои деньги, потому что это частная собственность. И уже, наверное, там с господином Сидорко обсуждали этот вопрос. А почему это те, у кого частный дом, он должен платить... Это бюджетные деньги получаются. Почему он должен платить? Ему-то никто не будет ничего из бюджета делать. Так что вот такая ситуация. Застеклять все-таки каждому за свои деньги. Спасибо. Спасибо. Ну, тут, видите, тут очень интересный момент. Если человек, у него нет денег, он не застеклил, то, по большому счету, он не только сам будет мерзнуть. Он будет охлаждать и всех соседей. Вот в чем дело-то. Потому что у нас не стоят теплощадчики в каждых отдельных квартирах. И вообще нужно сказать, что собственность на квартиру в многоквартированном доме в Европе, в Европейском Союзе, это уже начинает напоминать атовизм. Ну, то есть, в принципе, собственность у нас должна, возьмем, как скандинавские страны, вы там собственник паёв, собственник как бы вот этих долей участия в своем товариществе. Но, по большому счету, вы же не можете вырезать свою квартиру из общего дома, да, и начать жить как-то там совершенно самостоятельно. То, что делали раньше, особенно в 90-е, в нулевые годы, это сейчас уже становится объектом критики, и я уверяю, что европейские регулы через некоторое время изменят ситуацию. Ну, тут юристов надо спрашивать по деталям, но могу сказать, что то, что известно с технической стороны, да, то вот эта вот идея, она очень широко распространяется, что ваши права ограничиваются вот тем, что происходит внутри вашей квартиры. Да и не только. Ну, честно говоря, если начинают люди перепланировку, там, сносить несущие стены, предположим, в своей квартире, или, например, переустанавливать батареи какие-то самодельные, самопальные ставить, то есть это все приводит к разбалансировке всего дома. И там... Все системы, да. Но тут еще можно сказать, что обидовали владельцев частных домов, владельцам частных домов, если идет большая программа, да, ну, вообще, лоджи мало я встречал у частных домов, но неважно. Если идет большая программа, вот, то, в принципе, и владельцам лоджи можно делать особую скидку. В конечном счете, они же тоже потребляют энергоресурсы, а наша задача, как мы слышали с высоких трибун, наша задача уменьшить потребление энергоресурсов. Вот это очень важный момент. Второе, вот, как я говорю, с крышами. Надо поработать с крышами. Существуют, например, крыши, конструкции, как их называют, этот фасон, bound house, это типа сарайный тип. Это когда нет свеса, и крыша переходит в стены без вот этого, без свеса. Особенность там сделана в том, что крыши как раз рассчитаны на то, чтобы в результате сильных порывов ветра, шквалов, они бы не улетали. Ну, это специалисты по крышам, они могли бы про это рассказать подробнее, я не сомневаюсь, но факт к факту. Еще одна важная вещь, это то, что, например, уже сейчас, если строить новые здания, то, конечно, нужно учитывать вот эти все явления. Пример, есть такие здания огурцы, вот, кто был в Лондоне или обратил внимание, одно здание постройки 2004 года, в Лондоне такой огуречно подобный, как початок такой, небоскреб 40 этажей, другое здание очень похожее, на год позже было построено в Барселоне, по-моему, еще в нескольких странах мира нечто похожее есть. Это здание с точки зрения вот как раз устойчивости к шквалам, к ветрам, к ливням очень хорошее, да, потому что там, собственно говоря, форма идеальная, чтобы потоки воздуха обтекали это здание, а с другой стороны, что интересно, что за счет вот этой своей круглой формы оно максимально эффективно использует солнечный свет и, ну, как бы световой день и вообще, как известно, шар или вот сфера шар или окружность, это же наибольшая площадь при наименьшей внешней поверхности. Поэтому вот такие вот либо круглые, либо многогранные здания в сечении, они, у них просто-напросто больше объем тепла внутри, а поверхность, через которую это тепло уходит, оно меньше. Современные технологии позволяют даже стекла, трехслойное, четырехслойное стекло, сделать эти потери небольшими, но как раз вот именно такая форма, она видится сейчас очень многими специалистами как раз решением вопроса. Ну, я не скажу, что нужно всем тут сейчас такие яйцеобразные или там огурцеобразные дома строить, но то, что это весьма перспективно, перспективное направление, тут слов, как говорится, нет. Поэтому я хочу сказать, что сейчас мы реально видим очень серьезные проблемы, которые появляются. Уже сейчас очень многие специалисты говорят о том, что раз идет такое изменение климата, и вот такие скачки, то морозы, то жара, то потопы, то шквалистые ветры, такая разболзансировка природы, что все это, конечно, потребует от нас адекватной реакции. Мы уже сколько, много раз говорили вот эти про потопы на улице, это все понятно. Но сейчас уже нужно будет думать о том, чтобы сделать из нашего жилья, вот действительно, как говорят англичане, мой дом, моя крепость. Вот эта крепость не должна быть дырявая, так скажем, не дырявая в плане протечек воды, не дырявая в плане утечек или притечек тепла. Вот это то, что мы должны об этом думать, и об этом думать должны те люди, которых мы выбираем в руководство наших населенных пунктов. Учитывая, что сегодня мэр Риги Мартинштаг будет 12 часов, обязательно поговорим и на эту тему, зададим эти вопросы, есть ли какое-то видение у Рижской думы в связи с изменениями климата, но у нас есть еще, наверное, успеем один звонок принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Я против остекления лоджий. Будет создаваться парниковый режим плесень для квартир. В могильном скрепе я не хочу жить без свежего воздуха. Спасибо за внимание. Ну, зачем же все время держать лоджию закрытой? В том-то и дело, что если хочется свежего воздуха, то ее можно там окна открыть, есть сдвижные варианты, и, пожалуйста, будет свежий воздух. Это же стекло нужно тогда, когда либо холодно, либо слишком жарко, либо вы не хотите, чтобы вас докучали какие-то насекомые, или шум с улицы. То есть, никто же не говорит, что если поставили стекло, то поставили его как в теплице, даже в теплице есть вентиляция, открываются. То есть, никто не говорит, что нужно замуровать. И есть еще очень важный момент. Вот, посмотрите, одна из таких людей, которые приезжают в ту же самую Финляндию, они обращают внимание на то, что в квартирах два раза в сутки, а бывает чаще, вдруг под куму-то начинается что-то такой легкий шум появляется, и воздух начинает двигаться в квартире. Все это делается очень просто. На крышах всех домов многоквартирных стоят обыкновенные электровентиляторы, которые по таймеру периодически включаются и начинают принудительно высасывать воздух из помещений. А в окнах делаются специальные такие маленькие щели. Даже если окно закрыто, эта щель существует. И вот когда начинает работать вот этот вентилятор, то начинается принудительная замена воздуха в квартиры. Это делается для двух целей. С одной целью это для того, чтобы убрать излишнюю влажность в домах. Как раз, как сказала наша уважаемая слушательница, чтобы не разводилась плесень. А второе очень важная вещь, поскольку Финляндия стоит на гранитном основании, там выделяется газ радон, весьма опасный, радиоактивный газ и химический он очень опасный. Вот этот газ радон тоже высасывается с помощью этой вентиляции. Таким образом, сами не замечая в вашей квартире постоянно свежий воздух. стоимость этой вентиляции, ну, представьте себе, один электромотор с коробкой вентиляционной на весь стояк, это совсем небольшие деньги. Вот действительно совсем небольшие деньги. Потому что эту программу финны начали делать еще, что называется, после войны, когда у них вообще денег было мало, и тем не менее. и даже в социальных домах. Поэтому этот вопрос организации вентиляции, чтобы не было плесени, плесень, кстати, считается там очень большой проблемой, она очень опасна, особенно для детей и ослабленных людей. Тем более, вот в нашу эпоху ковида с плесенью, особенно черной плесенью, нужно бороться всеми возможными способами. Их не так-то, кстати, и много. Но один из способов, это обеспечить постоянную вентиляцию. То есть, я не хочу сказать, что решение это проблем есть. Весь вопрос, что было бы желание и желание использовать уже накопленный соседский опыт максимально полноценно, чтобы не хвататься за голову, когда уже все неприятности пошли. А сделать это заранее, как говорится, постелить соломку. Да, спасибо большое. У нас, кстати, был вопрос, хотелось узнать мнение вашего гостя о ковиде-19, но я думаю, что это, во-первых, выходит за рамки нашей программы, посвященной изменениям климата, если и тема такая очень большая, о которых вряд ли можно рассказать за какие-то несколько минут. Огромное спасибо, Константин Рангс, программа «Климат-контроль» до следующей пятницы. Всего доброго. До свидания.